Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативное совещание регионального правительства, где обсудили вопросы строительства социальных объектов на территории Самарской области. Продолжается работа по проектированию международного межвузовского кампуса IT-направления. В ближайшее время будет завершена подготовка нормативно-правовой документации, необходимой для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов кампуса в соответствии с действующим законодательством. Также на совещании рассмотрели планы по строительству в регионе объектов здравоохранения. Речь на совещании шла о семи объектах, три из которых это объекты первичного звена с федеральным софинансированием. В частности, это детская поликлиника в Самаре в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ярошевского, рассчитанная на 500 посещений в смену. Запланировано проектирование и реконструкция с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения больницы общества Красного Креста и здание для детского хосписа в Самаре на улице 22-го портсъезда. Напомню, всего с 2018 года в регионе построено более 150 новых объектов здравоохранения, в том числе более 30 за прошлый год. В 445 медицинских подразделениях выполнен ремонт, в том числе в 2023-м в 112 объектах учреждений. В эти дни вся Россия отмечает особый день воинской славы. 80-летие со дня полного прорыва блокады Ленинграда. По всей стране прошла патриотическая акция «900 дней». В Самаре на Аллее Трудовой Славы зажгли 900 свечей в честь того количества тяжелейших дней, которые пережили жители города на Неве. В торжественной церемонии у стелы «Город трудовой доблести» приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. 900 свечей. По одной на каждый день ужасного положения, в котором оказались жители Ленинграда. Столько символических огней зажгли у стелы «Город трудовой доблести». С сентября 1941 по январь 1944 ленинградцы жили в ужаснейших условиях. За время блокады от голода, холода и обстрелов умерло почти 650 тысяч жителей. А по другим данным, не менее 1 миллиона человек. Десятки тысяч умерли во время эвакуации. Но даже в таких тяжелейших условиях трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Другие города старались поддерживать ленинградцев, принимали эвакуированных и отправляли гуманитарные грузы. Не остался в стороне и Куйбышев. Сегодня в городе живут 87 участников тех страшных событий. «Почти 900 дней город держал страшный удар. Город испытывали жуткими бомбежками. Город испытывали холодом и голодом. Но он не сдался. Он продолжал работать, он продолжал жить и ждал победы. И он дождался этой победы. Сегодня наши с вами уже современники с оружием в руках, ценой своих жизней доказывают мир и справедливость. Дорогие мои, наша с вами задача – приближать победу, победу по всем фронтам». В этот вечер прозвучала и знаменитая 7-я ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Именно это произведение навсегда связало два города – Куйбышев и Ленинград. Легендарный композитор закончил произведение на территории Волжского города. Здесь же впервые на весь мир прозвучала эта мелодия, которая пропитана героизмом, мужественностью, храбростью жителей Невского города. «Это мощное произведение, глубокое произведение. И бывают, вы знаете, разные трактовки есть у музыковедов. Но то, что симфония в веру, в веру в силу духа человека, в победу человечества, доброты над злом – это безусловно. А это самое главное. Поэтому и симфония в блокадном Ленинграде дала возможность людям поверить в победу». Также участники акции почтили память павших тех, кто ценой своей жизни обрек на провал планы врага по уничтожению Ленинграда. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 872 дня стойкости, героизма и надежды. В музее школы номер 175 прошел урок мужества, посвященный 80-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Особенными чувствами дети прониклись к судьбе школьницы Тани Савичевой. Ксения Баканова расскажет подробнее. «Вновь девочка пишет. И запись страшна. Все умерли. Таня осталась одна. А после подальше дневник уберет и мертвую мать в одеяло зашьет». Ученица 7-го класса Анна Гунина зачитывает стихотворение и еле сдерживает слезы. Строки посвящены судьбе Тани Савичевой, маленькой жительницы блокадного Ленинграда. На страницах своего дневника школьница делала короткие заметки о смерти своих родных. Ее семью стремительно убивал голод. Теряя близких, Таня продолжала жить, надеяться и верить. Однако испытания для ребенка оказались слишком тяжелыми. В 1944 году девочка умерла, но память о ее подвиге до сих пор жива. «Вы должны знать историю своей Родины, передавать ее с поколения в поколение. Все-таки важно, что было ранее. Родственники, прадеды, деды – все сражались за эту страну. Благодаря им мы живы, и нам светит солнце и трава зеленая». В музее школы номер 175 прошел урок мужества. Его посвятили 80-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она продлилась 872 дня и унесла жизни более 700 тысяч человек. Ученикам рассказывали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города. Подготовили выступления и сами школьники. «Конечно, приходится сдерживаться, потому что понимаешь, насколько все-таки это было с одной стороны страшно, а и насколько отчаянно и мужественно, да, как прожили жители блокадного города эти 872 дня. То есть это, ну, не передать словами эти чувства, эмоции». Также ребята познакомились с символами Ленинграда. Одним из них стал метроном. Радиостудия круглосуточно посылала в эфир его стук. Это означало, что город жив, его сердце бьется, а народ борется с врагом. Помогали людям и домашние животные. Кошки отлавливали крыс, сотни лошадей доставляли провизию по дороге жизни, а собаки вывозили раненых с поля боя. Ксения Баканова, Константин Головин. События. «Я вам принес привет от тех ребят». Выставка с таким названием открылась во Дворце ветеранов. Она посвящена памяти жителей блокадного Ленинграда. В 1941 году детей из северной столицы начали эвакуировать в военный Куйбышев. Жители города отдавали им хлеб и одежду, оказывали медицинскую помощь и моральную поддержку. В историю погрузился наш корреспондент. На этих фотографиях дети блокадного Ленинграда. Их привезли в военный Куйбышев. Жители запасной столицы не смогли остаться в стороне. Детей отмыли, накормили и отправили в специальные учреждения и санаторий. Во Дворце ветеранов открылась выставка, посвященная памяти жителей блокадного Ленинграда. Читая эти воспоминания, читая слова бывших детей, которые сейчас стали взрослыми, но сохранили эти эмоции, ну, честно говоря, иногда вот мурашки по спине. Вот, понимаете, вот это чувство вины за то, что ты живой, а твои братишки-сестренки, мама-папа остались там в блокадном Ленинграде. И вот эти эмоции, они, конечно, содержатся только вот в таких воспоминаниях. Дети прибыли в сложном состоянии. У многих были проблемы с нервной системой, но врачам и педагогам удалось совершить невозможное. Юные ленинградцы пошли на поправку и быстро окрепли. Многие из них остались жить в Куйбышеве. Сейчас в Самаре проживает около ста ленинградцев. Это рассказы детей о том, как мама привела домой собачку, наутро появились котлетки, или монологи о том, как съела кусочек сахара, а на следующий день младший братик умирает от голода. Это страшные события, которые происходили с реальными людьми. И то, что Куйбышев военный спас этих людей, вырастил как своих детей, и эти люди здесь и сейчас встречаются с нами, приходят к нам на мероприятие. Это просто невообразимо фантастично. Я очень благодарна вообще жизни, работе с этими людьми. Вместе с выставкой я вам принес привет от тех ребят. Дворец ветеранов организовал всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». В день ребенок мог съесть вот такой кусочек хлеба. Весил он 400 граммов. Акция и выставка – это напоминание о мужестве и стойкости ленинградцев. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Мошенники придумали новую схему обмана и начали рассылать электронные письма о подозрительных транзакциях от имени Федеральной налоговой службы России. Налогоплательщику предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы. Например, кассовые документы, счета фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы, говорится на сайте ведомства. Федеральные налоговые службы заявили, что не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к письмам, а также не совершают телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн. Вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещается в личном кабинете налогоплательщика. На почту пользователям приходят только автоматические уведомления. Ведомство призывает налогоплательщиков быть внимательными и не вступать в личную переписку или телефонные разговоры с незнакомцами, а при столкновении с мошенниками обращаться в полицию. Радостный лай собак и веселые лица людей. В Самаре состоялся уже шестой поход с собаками северных пород, живущими в приюте. Шесть километров по снежным полям прошли участники проекта «Хаски-трип», а завершили прогулку костром и катаниями на упряжках. О том, как это было, наш сюжет. Мария Бугрова впервые приехала на «Хаски-трип» и взяла с собой свою собаку, которую когда-то забрала с улицы. То, что много людей сразу в одном месте, объединена общая идея, это прям очень вдохновляет. Получить положительных эмоций, как следует выгулять, нагуляться обоим. И общение, грубо говоря, с единомышленниками, и общение моей собаки также со своими сородичами. Первый в этом году поход с «Хаски» привлек несколько десятков человек. Пушистого компаньона можно было выбрать уже на старте. Дружелюбные собаки, радостно виляя хвостами, с нетерпением предвкушали прогулку. Собак, чтобы водить, вообще тоже кто-нибудь на «Сахе». Поэтому лучше бери Макса, он спокойный. Все собаки, участвующие в походе, когда-то были пойманы на улицах. Самарский реабилитационный центр регулярно принимает найденыши «Хаски». Многим из них удается найти новых, ответственных хозяев. Они очень энергичны, именно по этой причине часто становятся бездомными, убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. И мы придумали такие походы для того, чтобы поднимать важность этой проблемы, что перед тем, как завести собаку, человек должен о ней все узнать. «Хаски» – это рабочие собаки. И мы такими походами даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге стать домашними. В завершении желающие могли промчаться на собачьи упряжки. В этом году в реабилитационном центре начали обучать «Хаски» этому навыку. Собираемся, чтобы подарить ласку, внимание, погулять по природе, немного узнать родной край. В первую очередь, проект, наверное, доброты. Проект, в принципе, очень сильно разросся. Я думаю, что будем продолжать. Осталось придумать, как это делать летом, так как «Хаски» все-таки зимняя порода, и собачкам жарковато лето. Походы с «Хаски» проводятся в Самаре второй год. Их создали для того, чтобы дать возможность активным собакам выплеснуть энергию, а людям провести время в компании пушистых друзей, оказать им помощь и, возможно, познакомиться со своим будущим питомцем. Почти все участники предыдущих походов уже обрели хозяев. Следующий «Хаски-трип» планируют провести уже в феврале. Дарья Соловьева, Игорь Казановский. События. В рамках празднования 120-летия со дня рождения писателя Аркадия Гайдара для юных читателей в филиале номер 12 Самарской библиотечной системы прошла мультимедийная викторина любимых детских книг-творец и верный друг детей. Подробнее расскажет Елена Чернявская. В этом году отмечается 120 лет со дня рождения Аркадия Гайдара. Имя этого писателя знают все. Его книги читают и перечитывают. Они всегда вызывают интерес, как и его жизнь, жизнь писателя и солдата. Аркадий Гайдар – советский писатель, автор детских книг, киносценарист, участвовал в гражданской и великой отечественной войнах. Его книги, такие как «Чук и Гег», «Тимур и его команда» стали классикой детской литературы. И для дошкольников мы проводим в рамках игровой формы, поскольку именно игровая форма позволяет нашим юным читателям усвоить необходимый материал, познакомить с творчеством таких замечательных писателей. Это очень важно, закладывается именно в детстве. В 14 лет Аркадий Гайдар вступил в ряды Красной Армии. Он воевал на многих фронтах, в промежутках между боями, учился на киевских командных курсах, потом в высшей стрелковой школе и в 16 лет уже командовал полком. В библиотеке номер 12 ребята познакомились с произведением автора «Сказка о военной тайне», о мальчишеке-бальчаше и его твердом слове. Дети посмотрели художественный мультфильм. Сегодняшнее наше посещение очень важно для наших детей, поскольку мы очень много времени уделяем именно патриотическому воспитанию детей. И в нашем детском саду проходит достаточно много различных мероприятий, посвященных именно этому воспитанию. В завершении встречи дошкольники нарисовали рисунки о мальчишеке-бальчаше. Посещение библиотек стало доброй традицией как для сотрудников, так и для воспитанников детского сада. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. В Центральной библиотеке имени Крупской провели викторину, посвященную сказкам Павла Бажова. 27 января исполнилось 145 лет со дня рождения писателя. Бажов известен как автор сказов, написанных по мотиву муральского фольклора. Произведения «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок» и «Две ящерки» вошли в сборник «Малахитовая шкатулка». Первое издание сборника было выпущено 85 лет назад, в день рождения Павла Бажова. В честь юбилея советского писателя посетители библиотеки открыли шкатулку со сказками детства и сделали открытку, вдохновленную серебряным копытцем. Нам приятно приобщать всех посетителей нашей библиотеки к произведениям русских, зарубежных писателей, самых известных, самых талантливых. Даже самые детские сказки, они все равно имеют очень мудрые мысли, мораль, поэтому в любом возрасте их прочтение необходимо. В Самарском университете отметили День студента. Для учащихся и преподавателей подготовили концертную программу и около 30 площадок с различными мастер-классами. Чему можно было научиться на празднике, узнала наш корреспондент Светлана Кудрявцева. Когда позади трудная сессия и сданы экзамены, самое время устроить праздник. Самарский университет отметил День студента, ведь студенчество – это не только совместные занятия, но и общее творчество. Перефразирую песню. Студенческое братство неразменно на тысячи житейских мелочей. И всякое бывает, но дружба неизменно становится с годами горячей. Вот студенческая дружба, всего там 4-5 лет люди вместе. И потом вся жизнь. Особенно это важно для студентов нового набора, для первокурсников, потому что они погрузились в студенческую жизнь, они добросовестно работали, и теперь они видят не только студенческие буги, но и студенческие праздники. Пока одни студенты выступали на сцене, другие открывали в себе новые способности. Например, можно было попробовать себя в роли оператора дрона. Площадку организовал Центр беспилотных систем при университете, который организует образовательные программы по обучению для детей и взрослых. Здесь мы представляем беспилотный летательный аппарат, на которых мы обучаем детей. То есть он абсолютно безопасный, и также предлагаем нашим студентам на нем поучиться полетать сегодня, здесь, на нашей площадке. Также мы представляем два тренажера, которые были произведены нами, и обучаем ребят базовым навыкам полета и пилотирования. В университетском Манеже организовали порядка 30 площадок с различными мастер-классами от студобъединений и творческих коллективов. Там различные поделки. Вот, например, можно вот так покажу? Это кольцо, которое мне сделали прямо на станции. Оно сделано из уэксмолы. Вот, оно абсолютно экологичное, и можно выбрать любой дизайн. Вот, также есть каллиграфия, люди пишут портреты. Мы собираем из пазлов логотип совета обучающихся, и каждый может нести свой вклад в него. Есть интерактивная раскраска. Мы закладывали концепцию того, что студенчество – это очень важный период жизни, который дает очень много возможностей. А как ты распорядишься этими возможностями, повлияет очень сильно на твое будущее. Мы тоже решили не упускать возможности и научиться чему-то новому, например, выращиванию пшеницы. Процесс занимает всего несколько минут. Насыпаем грунт, кидаем семена, поливаем, накрываем пленкой и ждем, когда пшеница прорастет. Также на площадке можно было посадить мяту и горох. Они быстро выращиваются, они неприхотливы к воду. Еще один навык, который удалось освоить на площадке – каллиграфия. Искусство красивого письма обучают студенты Самарского университета. Можно попробовать создать китайские иероглифы, а можно научиться писать по-арабски. В этом нам помог студент Мохаммед из Ливана, который приехал в Россию, чтобы учиться на переводчика. Я вообще говорю на шести языков изначально. Каких? Арабский, английский, французский, испанский, китайский и русский. Вообще Ливан – это франкоязычная страна, где французский является вторым официальным языком. И мы говорим арабский, по-французски и по-английски. И здесь я выучил русский и китайский. Арабские слова пишутся справа налево, рассказывает Мохаммед. Пальчики не двигаются, только рука. То есть вот так вот мы не делаем? Да, нельзя. Мы делаем просто так. Как вы так вверх ногами пишете? Сначала я уже в другую. Прямо сейчас я научилась писать по-арабски. Вот арабское слово, оно переводится как студент, потому что сегодня день студента. Всего в Самарском университете насчитывается 12 тысяч студентов очной формы обучения на бакалавриате, а учитывая заочников, аспирантов и других студентов – 17 тысяч человек. Это учащиеся из разных уголков страны и мира. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Самаре завершился 10-й лыжный марафон «Соколье-горе». Соревнования проходили три дня на базе «Чайка». В забегах участвовали почти 900 спортсменов. Ксения Баканова побывала на субботних стартах. Свежий воздух, скорость и адреналин. Лыжный марафон «Соколье-горе» в самом разгаре. Участники преодолевают дистанцию в 2,5 километра. Победителем забега стал Денис Дряхлов. Финишировал с результатом 5 минут 48 секунд. Говорит, занимался биатлоном еще в школе, поэтому так уверенно стоит на лыжах. Покатался пару раз до этого, потом выступил в четверг на 2,5, стал четвертым, потом на 6 километров стал пятым. Секрет успеха – верить в себя и тактическую подготовку к грамотным. Также участники соревновались и на более серьезных трассах. Их протяженность – 10, 30 и 50 километров. Все они оборудованы пунктами питания. Безопасность обеспечивали бригады скорой помощи. Бегут они по новой нашей лыжной базе «Чайка», которая была реконструирована в рамках нашего федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – спортивный объект, на котором все жители города могут заниматься спортом и, соответственно, по сменам оказывать свои лучшие результаты. Спортсмены уверены – перед гонкой нужно хорошенько размяться. Процедура займет не более пяти минут. Важно разогреть все группы мышц, но особое внимание стоит уделить суставам и позвоночнику. Морально, физически готов. Я пройду эту дистанцию прямо вот на сколько сил хватит. Самое главное – дойти. Я как бы не из лучших, но приду не последний. В соревнованиях приняли участие порядка 900 человек. Лыжники приехали не только из 120 городов и сел России, но и из Казахстана. Все они бежали в свободном стиле. Вообще первый год стою на лыжах, поэтому только вливаюсь, так сказать. Тренер помогал, вставил технику. Еще, конечно, далеко до идеала. На некоторых смотришь, как в лебеде плывут. Будем стремиться. Для осуществления хронометража во время гонок используется специальный электронный чип. Каждый участник должен закрепить его самостоятельно. После соревнований спортсмены получили медали, грамоты и подарки. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской сообщает, что 30 января в Самаре стартует обсуждение дизайн проектов общественных территорий претендентов на благоустройство в 2025 году. По итогам обсуждения все дизайн-проекты будут доработаны. Общая задача – сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Заключительный этап – всероссийское голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств. Территории победителей отбора будут благоустроены уже в следующем году по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Полиция предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, напоминает телеграм-канал Ленинского района. На постоянной основе сотрудники органов внутренних дел проводят проверки адресов массовой регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Почти 3,5 миллиона подростков проходят профориентацию на платформе «Билет в будущее», которая входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Ученикам с 6 по 11 класс рассказывают об актуальных профессиях и помогают определиться с будущей карьерой. В Самарском регионе 661 школа принимает участие в проекте. Проведено более 150 тысяч профориентационных диагностик. Создано 237 программ профессиональных проб, сообщает городской департамент образования. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской информирует читателей, как получить налоговый вычет за занятие спортом. Его можно получить, если в этом или прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или другую спортивную организацию, водили ребенка в платные секции. Однако есть несколько условий. Вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Оформить вычет можно как через налоговую, так и через работодателя. Развивать спорт и делать его доступнее помогает федеральный проект «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему по всей России открыто более 400 спортивных объектов, а 53% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok